Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В областном правительстве переформатируют работу. Зам. министр сельского хозяйства Российской Федерации в Ульяновской области оценил комфорт буренок и сельский бизнес. Под наклоном и правильной высоты ульяновские дворы начали ремонтировать по нормативам. Установки новые, чемпионы прежние. Ульяновск принял первенство России по летнему биатлону. Сегодня на аппаратном совещании глава Ульяновской области сделал заявление о реформировании регионального правительства. Напомним, эта тема поднялась несколько дней назад и бурно обсуждалась во всем регионе. О необходимости меняться говорили как представители законодательной власти, так и горожане на улицах. Первым делом Сергей Морозов объединил посты губернатора и председателя правительства. Также дал поручение депутатам парламента внести альтернативные кандидатуры на замещение должностей заместителей председателя правительства и министров. Работа с населением также будет переформатирована. Также Сергей Морозов объявил, что бывший исполняющий обязанности главы Димитровграда Алексей Гадальшин назначен начальником управления внутренней политики администрации губернатора. К исполнению обязанностей он приступит уже сегодня. Опыт работы агропромышленного научно-образовательного кластера Ульяновской области отмечен на федеральном уровне. Об этом говорили во время визита в регион заместителя министра сельского хозяйства страны Максима Увайдова. Среди основных вопросов это организация ветеринарной службы и обеспечение ветеринарного сопровождения в реализации НАСПроекта «Международная кооперация и экспорт». Два дня в Ульяновской области работал заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов. Вместе с ним в Ульяновск приехали главы профильных ведомств регионов Поволжья, руководители, уполномоченные в области ветеринарии. Первой остановкой стало село Троицкий Сунгур в Новоспасском районе. В животноводческом комплексе «Агронептун» федеральным экспертам презентовали проект «Цифровые технологии ветеринарии». Местное производство – отличный пример, где используется максимум современных технологий. В первую очередь на площадке уделяют внимание комфорту буренок, контролируют уровень загазованности. Дойка проходит строго установленное время при соблюдении установленных правил. Электронная система доильных аппаратов пропускает только здоровое молоко. Плюс ко всему, на каждой корове висит руминаторный ошейник, с помощью которого вся информация о состоянии животного поступает на мобильник сотрудника. Проектная мощность животноводческом комплекса – 1200 тонн, валовый, выход молока строго – 33-35 тонн. Максим Увайдов отметил, таких сел, как Троицкий и Сунгур, не так уж и много, а остальным населенным пунктам следует работать над улучшением своей инфраструктуры. Положительно о развитии села высказались и коллеги из других регионов. В частности, оценили развитие казачества. Вы на шаг впереди, у нас казачества нет. Кировская область – это север. У нас как такого казачества нет. Есть, конечно, отдельные казаки, но как казачества нет. И здесь, конечно, сочетание и влияние казачества на развитие территории, в первую очередь через работу с детьми, конечно, это будущее. В Новоспасском районе, который, кстати, возглавляет рейтинг социально-экономического развития региона, прошло окружное совещание. Главная тема – эпизоотическая обстановка в стране, работа ветеринарных служб, а также переход на электронную ветеринарную сертификацию. Поэтому наша с вами задача – используя систему электронной ветеринарной сертификации, вот помочь легальному бизнесу, помочь тем предприятиям, одной из которых мы вчера посетили, конкурировать, быть, развиваться. Дальше же, видите, они берут на себя нагрузку социальную. Сергей Иванович, спасибо вам, что вы все-таки нам рекомендовали провести это мероприятие именно в селе. Вы увидели, как идет взаимодействие бизнеса, села. Сейчас в регионе функционирует 11 аккредитованных центров ветеринарии и безопасности продовольствия. Ульяновская область – это пример, где ветеринарная служба показывает хорошие показатели. Об этом говорит статистика. Оборот некачественной пищевой продукции за период с 2013 по 2019 года снижен в шесть раз. На данный момент на региональном уровне ведется работа по исполнению указа президента по экспорту продукции. И наша сегодня задача для того, чтобы мы могли быть конкурентоспособными, чтобы продукты, вырабатываемые бизнесом, предпринимательными Ульяновской области, могла идти, поставляться на экспорт, нужно очень тетко прослеживать пути ее производства. Все требования, которые приписаны техническим регламентом, обязаны исполнять в процессе производства. По итогам 2018 года объем внешней торговли Ульяновской области вырос на 15% по сравнению с 2017 годом. А экспорт товаров сельского хозяйства по состоянию на 1 июня составил 20,5% от общего показателя этого года. Губернатор Сергей Морозов сформулировал главные направления работы отрасли на следующий год. Мы увидели как минимум три основных взаимосвязанных задачи, которые предстоят нам решать и которые стоят перед региональной системой ветеринарного контроля. Может быть они совпадают и с вашими в том числе. Во-первых, это обеспечение тотального ветеринарного контроля на всех этапах жизненного цикла сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, это обеспечение безопасной и безотеческой ситуации в регионе и качественного ветеринарного контроля в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза. И третья задача – это обеспечение прозрачности и доступности для производителей услуг ветеринарного контроля и создание соответствующих благоприятных партнерских отношений с товаропроизводителями. Делегация Федерального Минсельхоза также посетила Государственный аграрный университет, где осмотрели факультет ветеринарной медицины и биотехнологии. Временно исполняющий обязанности ректора Виталий Исайчев показал научные лаборатории, учебный цифровой комплекс для содержания крупного рогатого скота и даяния молока, а также ветеринарную клинику при ВУЗе. По итогам визита заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов положительно оценил работу университета в частности и отрасли в целом. Жизница Ульяновской области Катя Буровцева должна была выступить с защитой своего проекта «Радуга» на форуме «Иволга», который прошел на прошлой неделе. Обстоятельства сложились так, что это оказалось невозможным. Однако проект не будет потерян. Губернатор Сергей Морозов предложил Кате реализовать его в Ульяновской области. В субботу он побывал в гостях у талантливой девушки. У Кати детский церебральный паралич, однако с детства девочка отличалась любознательностью и способностью сопереживать, обобщать и исследовать. Поэтому, повзрослев, окончила магистратуру УЛГУ, стала психологом и придумала детскую программу, которая должна помочь выстраиванию принципиально новых отношений между людьми разных социальных групп. В конце июля она получила приглашение на молодежный форум «Иволга», однако выступить там ей не удалось. Тем не менее, ее проект «Радуга» заинтересовал Сергея Морозова. В выходные губернатор приехал к ней в гости. То есть у меня по проекту был, он у меня социально-образовательный и предполагал разработку методической программы и методического пособия. По результатам проекта должны были разрабатываться, ну, будут разрабатываться, вернее, цикл занятий, на которых... Ну и только для детей. Для детей 5-7 лет. Дело в том, что Катя с детства замечала несколько неадекватное отношение общества к инвалидам. Относиться к ним как к больным нельзя, считает Катя. Они не больные, они другие. На то, чтобы убрать медицинскую составляющую из повседневного общения и направлен проект. Мысли девочки заинтересовали первых лиц региона, поэтому Катя от них поступило несколько предложений. Мы познакомились сегодня с замечательной девушкой, очень образованной, очень умной, очень грамотной. И самое, наверное, отличительное это то, что эта девушка, имеющая ограничения в своем здоровье, желает помочь людям. И она написала проект, проект, который формирует в людях толерантное отношение к людям с ограниченной возможностями, с людям, имеющим инвалидность. А девушка по образованию социальный психолог. Екатерина просила помочь ей с проектом. И в соответствии с чем мы сейчас были у нее, состоялась рабочая встреча, наметили ближайший план действий. То есть мы ей всячески поможем и административно, и методически, всем тем, чем сможем. То есть у нее будет, в первый момент ей предложили работать психологом и, соответственно, работать со всеми целевыми аудиториями, с которыми она бы хотела. То есть свой проект она будет реализовывать прямо на рабочем месте. Сейчас Кате предстоит составить карту, смету, планы мероприятий. Сама девушка встречи осталась довольна. Я довольна этим предложением, но не знаю, как они пойдут. Но мне бы хотелось, чтобы все, что мы сегодня обсудили, получила жизнь, получила начало, скажем так. Катя не мечтает заработать на реализации проекта. Ее цель – помочь людям понять друг друга, перестать бояться общения, принять личности друг друга, а не физические особенности. Все, кто в этот день познакомился с Катей, поражены ее острым умом и добротой. По уверениям психологов, развитие любого ребенка определяет семья. Старшие Буровцевы подтверждают это. Катю научили ходить, но главное в ней и ее семье не это. Главное умение – доброта и огромная эмпатия. И этому Кате с легкой руки регионального правительства теперь предстоит учить малышей. Павел Половов, Руслан Баталов, Новостьюл Правды ТВ. На территории Ульяновской области продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. В этом году в черте города должны быть отремонтированы 16 дворов. Наша съемочная группа побывала на двух объектах-участниках программы благоустройства. Сделать дворы и парки не только красивее, но и удобнее. Второй год в Ульяновске реализуется программа формирования комфортной городской среды. Наша съемочная группа посетила один из дворов на улице Хрустальной. Рядом с домом номер 22 недавно поменяли асфальт, расширили проезжую часть и установили скамейки. Что немаловажно, не забыли про урны и обустройство бельевой площадки. Старший по дому доволен, однако останавливаться на достигнутом не собирается. Александр Илья Маков мечтает о капремонте родного дома. Да, хочу попасть в программу энергосберегающий ремонт, чтобы сделали хороший ремонт в доме капитальный энергосберегающий. Потому что там можно и крышу сделать хорошую, с хорошим утеплителем, а не как у нас делают теплеты. Придомовые территории должны быть не только опрятными и ухоженными, но и безопасными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Высота бордюров, уровень кулона, дорожек и количество съезда должны соответствовать нормативам. Поэтому еще один из дворов, в которые мы поедем, мы тоже будем смотреть, как это все сделано, сделано ли это в соответствии и можно ли с инвалиду, в частности, без посторонней помощи, подъехать от подъезда, сесть в социальное такси без посторонней помощи. И повторяю еще раз, проект поможет сделать дворы Ульяновска более доступными для людей вот такой категории. Далее мы отправились на улицу Самарскую во двор 11-го дома. Рядом с многоэтажкой кипит работа, тротуар готов, проезжая часть пока в процессе. После всех манипуляций с асфальтобетоном придет время на уведение уюта. По проекту в этом дворе должна появиться современная детская площадка. Терпеливо ждем и надеемся, что все-таки все будет хорошо. Во всяком случае, как люди говорят, сверху смотрят, говорят, очень красиво уже, даже вот недостроено и очень красиво уже. А когда достроят, приходите посмотреть, когда это будет. Наверное, будете ждать нашего звонка приглашения. Во время нашего визита у некоторых соседей возникли вопросы по поводу уклона тротуара и съездов на дорогу. Подрядчики, в свою очередь, пообещали провести замеры и устранить возможные нарушения. Для справки, на этот объект выделено почти 15 миллионов рублей, и он должен быть готов к 1 октября этого года. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. С 1 января 2020 года Ульянск перейдет на новую модель рынка тепловой энергии. На данный момент идет создание единой теплоснабжающей организации. Для чего необходимы реформы, как обновляется теплосеть, узнала Виктория Черкова. Масштабная реконструкция теплосетей и создание единой организации. Ульянское теплоснабжение ожидает перемены. С 1 января 2020 года Ульянск перейдет на новую модель рынка тепловой энергии. Модель предусматривает создание единой организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу альтернативной котельной. Это позволит бизнесу существенно нарастить вложение в теплоснабжающую инфраструктуру региона. О преимуществах новой системы рассказал Марат Фиткулов, директор Ульянского филиала по ОТ+. Преимуществ достаточно много. И, собственно говоря, вызов этот сегодня перед городом Ульянска состоит прежде всего в том, что износ муниципальных сетей, сетей в целом тепловых в городе Ульянске таков, что он превышает 60 и уже близок к 70%. В таком состоянии отрасль находиться не может. И тариф альткотельный, так называемый, дает возможность привлечь дополнительные инвестиции. В Ульяновске полным ходом идет замена магистралей. В этом году на ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей направлено более 300 миллионов рублей. Сумма немалая, но даже ей сложно покрыть в полной мере расходы на оздоровление тепловых артерий. Наша съемочная группа осмотрела три объекта, на которых сейчас проходят ремонтные работы. Начали с улицы Лесной. На этом участке кипит бурная деятельность. Бригада заменяет 600 метров коммуникаций. Стоит отметить, что жители окрестных домов не остались без воды. Им поставляют воду по резервной схеме. Павел Ротов рассказал о технологиях, которые применяются на объекте. Ноу-хау в чем заключается в том, что здесь применяются предизолированные трубопроводы, которые изолированы в заводских условиях, что является гарантией качества работы трубопровода в дальнейшем. Современная изоляция используется для снижения теплопотери и увеличения срока службы трубопровода. Такие же трубы укладывают и на улице Маяковского. На улице Маяковского проводится реконструкция магистрального участка тепловой сети диаметром 600 мм. Протяженность меняемого участка составляет 450 погонных метров трубопроводов. Объект на улице Карла Маркса на момент приезда нашей съемочной группы был почти доделан. Разумеется, в городе еще осталось много участков, нуждающихся в реконструкции. Но первые шаги уже сделаны. Несколько объектов уже соответствуют современным стандартам качества. Вслед за ними преобразятся и остальные коммуникации Ульяновска. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Ульяновец Вадим Трифилов вновь доказал, что ему нет равных среди биатлонистов-фетеранов. На традиционном первенстве страны по летнему биатлону среди спортсменов старше 35 лет он завоевал две золотые награды, выиграв индивидуальную и спринтерскую гонки. Подробнее Михаил Рассашанский. Стрельбище биатлонной базы «Заря Улгу» в Ульяновске медленно, но верно приобретает самый современный вид. Перед очередными с российскими стартами к уже имеющимся двуэлектронным установкам для стрельбы добавили еще 10. И таким образом существенно облегчили жизнь наставникам во время тренировок, а организаторам во время соревнований. Спортсмен-то этого не чувствует. Спортсмен приходит, мы обязаны зарядить. Установка должна быть заряжена. Но нам удобнее стало. Лишних перемещений у нас нет. На кнопку нажали, вон с води сидят, на кнопку нажали, и установка зарядилась. На одном блоке три установки. Новенькие установки пришлись как нельзя кстати. Девятый раз Ульяновск принял переноску России по летнему биатлону среди ветеранов. На старт вышли 50 участников из десятка регионов России. Согласно заявке, новых имен по сравнению с предыдущими соревнованиями практически нет. Зато результаты заметно выше. Сейчас все люди тренируются. И действительно, посмотрите, какие. Очень быстрые и одеты красивые. И технически, и грамотно идут по ходу. И физически окрепшие все животы убрали. Это заметно, да. По традиции, переноска России стартует с индивидуальной гонки. Погода благоволит быстрому ходу и точной стрельбе. Среди претендентов на победу ульяновец Вадим Трифилов. Он единственный из участников отправился на дистанцию в солнцезащитных очках, несмотря на пасмурный день. Здесь мошкара. А можно попасть в глаза и просто в лазикнут ругать при стрельбе. Здесь, кстати, есть две-три зоны, где мошкара очень много. Поэтому я всегда бегу в очках. Ни мошкара, ни соперники не смогли остановить Трифилова ни в индивидуальной гонке, ни в спринте, который состоялся во второй день соревнований. Лидер ветеранской сборной Ульянска завевал две золотые награды. Их он получил из рук губернатора Сергея Морозова, который стал участником церемонии награждения победителей и призеров состязаний. Михаил Сашанский. Новости ульянской правды. Синоптики не утешают. Сильный дождь и шквалистый ветер продлятся до завтрашнего дня. Во вторник в Ульяновской области ожидается прохладная погода до 14 градусов днем. Ветер западный и местами до 16 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале управда.ру. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин